Бразилия 3 августа 2018 года, дневной класс. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кришна это Бхагаван Но он совершает человеческие ливы Он совершает все ливы подобно человеческим Поэтому каждый может вкушать сладостные любовные деяния Кришны Махапрабху сказал Субтитры создавал DimaTorzok 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 Почему? Потому что в сердцах Ваджаваси есть лишь одно впечатление Самскара Это то, что Кришна член их семьи У них есть отношения с Кришной как с их членом семьи Как в этом материальном мире мы пребываем со своими родителями, супругами, детьми и завязываем такого рода отношения Таким же образом в Ваджаваси они вступают в дружеские отношения с Кришной И хотя Кришна является Бхагаваном, но Он совершает такие ливы чтобы быть очень близко к Ваджаваси Матхури Двараки Он Бхагаван Мы также обсудили как Кришна проявил свое величие во Ваджаваси с помощью обсуждения Гвардхандара Наливы То есть что это значит? Он проявил какие-то действия которые не укладываются в рамки человеческих возможностей Другая лила, которую мы обсуждали вчера это Калия Дамы Наливы Люди не способны сделать такое Ваджаваси видели эту лилу своими собственными глазами Почему же они не приняли тот факт что Кришна это Бхагаван? Потому что во время церемонии именно речения Кришна Гаргачарья сказал Нанде Махараджу Эй Нанде Махарадж послушай твой сын Кришна имеет много качеств такие же как у Нараяни Иногда твой сын будет совершать различные действия и Нараяни будет входить в его тело и это самскара о том что Кришна не Бхагаван засела в их сознание хотя они видели множество подвигов Кришны тем не менее они полагали что это просто Нараяна входит в тело Кришны и благодаря этому Кришна совершает лилу как возможно чтобы несмышленый ребенок Кришна мог убить демона путану кто это был путан Нараяна вишну это таттва ситханта это таттва ситханта Раджандра Нараяна не обязан убивать демона чья это обязанность Нараяна и вишну Кришна Кришна своем Бхагаван и все его инкарнации пребывают внутри него так кто же убил путану внешне нам кажется что это сделал Кришна но внутри Кришны находится инкарнация вишну или Нараяна Тинаван Акасуру Бхакасуру все эти демоны были убиты вишну который пребывает внутри Кришны Раджандра Нанда Нашяма Сундара он 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 всегда поет танцует и наслаждается любовными развлечениями с гопи он Диралалита Найка Диралалита Итак Кришна совершил множество лил Гавардхана Дарана Налилу Калия Дамана Налилу эти две лилы они очень важны потому что они предваряют лилу о гопи связанной с танцем раса раса лила любовное развлечение Кришны это самая возвышенная лила что означает раса это то что можно вкусить то чем можно насладиться Кришна совершает эти лилы Джиога Саймпад объясняет что когда Кришне было всего два-три годика он убил Путана то есть когда ему было шесть дней тогда он убил Путана Путана Ватхарила шестидневный Кришна убивает демоницу Путана Затем Затем Кришна также убивает Шакатасуру Тринаварту Затем Затем Кришна подрос и встретился с гопи которые очень хотели встретиться с ним у гопи у гопи естественное обличение Кришны без говинды они не могут жить они не могут выдержать разлуки с ним но согласно правилам общества очень строгим очень строгим подросший Кришна и подросшие гопи вступившие в пару юностей начинают находиться под контролем своих родных родителей, братьев поэтому им говорят вы не должны встречаться с Кришной потому что вы женщины девушки а он парень вы не должны встречаться того требует общество взрослые начинают их ругать и говорят ты мальчик а вы девочки поэтому вам нельзя проводить время вместе устой это общество очень сильны строги но гопи они очень сильно страдают разлуки с Кришной потому что их любовь к Кришне естественна она присуща их естеству их любовь это опракрита према в этом материальном мире то что мы называем любовью на самом деле ею не является потому что здесь нет чистой любви мы говорим любовь любовь я люблю но что такое любовь определение любви и вожделения таково то что связано с услаждением своих чувств называется вожделением а то что направлено на усложнение чувств Кришны называется любовью Кришне Индре Пратибамши что это значит что все действия гопи посвящены тому чтобы удовлетворить Кришну и так общество очень строгое и они говорят нет вы не можете встречаться поэтому гопи страдают в разлуке с Кришной своими телами они очень далеко от Кришны но своим сознанием своими мыслями в своих мыслях они всегда с Кришной что это значит они всегда памятуют о Говинде когда они едят спят они лишь прославляют Кришну и Говинду в их устах в ушах нет ничего другого кроме как славы Рупы и Гуны Кришны то есть его красоты и качества когда одна сакья встречает другую они начинают прославлять Кришну Кришна Катха они всегда слава славят своего прекрасного возлюбленного Говинду какая встреча лучше на физическом плане или на уровне сознания это физическая встреча когда встречаются тела это несовершенная встреча совершенная встреча это когда вы встречаете в своем сознании потому что наш ум это тонкое тело а тело наружу наружу это грубое тело поэтому Гопи когда они едят спят выполняют работу по дому они всегда погружены в Кришну когда они дуют коров что они думают как они 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 он а и а Итак, гопи всегда пребывают в Кришне, в Кришна-наме и Кришна-катхе. И жизнь – это погружение в Кришну. Время очень могущественное, очень быстрое, быстрое. Время очень могущественное, и оно бежит очень быстро. Оно никого не ждет. Как вода реки течет и не ждет никого. Куда оно стремляется? В океан? Кто знает. Но она всегда течет. Если мы будем сидеть на берегу реки и наблюдать, куда направляется вода и откуда она течет, мы можем провести все свои дни там, и будем видеть этот водоворот воды. Куда она направляется? Кто знает. А время – это циферблат часов. Оно всегда тикает. Полночь, когда в вашей комнате идти тихо, и там висят ваши часы, тогда вы можете слышать такой звук. Звук передвигающихся стрелок часов. И они не останавливаются. Когда часы остановятся? Никогда. Бесконечное количество времени ананда. Время идет. Наша жизнь. Все это куда устремляется? Куда устремляемся мы? Все мы направляемся к океану времени. День и ночь проходят и никогда не повторятся. И так происходит всегда. Куда мы направляемся? Вернемся ли мы назад? Встретимся ли мы снова с кем-то? Кто знает. Такой пример. Если вы возьмете пучок травы и бросите его в океан, вы увидите, что через несколько секунд травинки разойдутся в стороны. Какие-то из них могут направиться в одну сторону, другие в другую. Вы можете видеть. И в каком направлении направятся эти травинки, неизвестно. Они разделятся. И куда они отправятся, никто не знает. Какие-то травинки направятся на восток, другие на запад, третий на север, четвертый на юг. Возможно, какие-то травинки снова встретятся. А возможно и нет. Таким же образом живые существа они плывут в океане времени. День и ночь проходят и уже не вернутся. Все это устремляется безвозвратно. Таким же образом случается и с нашей жизнью, с нашим возрастом. Мы уже не можем вернуться в свое детское тело, в свое детство. Потому что время прошло. Когда-то вы были маленькими детьми. не так ли? Тялись молоком своей матери. Затем вы подросли. Научились ходить, бегать. Затем еще больше подросли. Нашли себе друзей. Все вы прошли через это. Затем вы стали юными, ваше тело изменилось. И сознание изменилось. Поменялось ваше тело и сознание. Так это происходит. Почему я говорю об этом? потому что Кришна и Гопи, их тела и сознание тоже изменились. Кави Карнапур очень красиво описывает то, как сначала Гопи были маленькими. и у них ноги были такими неугомонными. Потому что, знаете, какие бывают дети. Они постоянно бегают. Мамам очень сложно углядеть за ними. А когда те же дети становятся молодыми, тогда они начинают очень степенно ходить. они очень аккуратно ступают по дороге. Ступают стопы в группе постоянно хотят куда-то идти. И куда направилось это? Их желание идти в их глаза. Их глаза Да, очень быстро бегают, как детеныши оленей. Что это значит? Что желание ребенка всегда куда-то бежать перенеслось в глаза Гопи. Потому что, когда они были маленькими, они могли бегать где угодно, но сейчас к ним пришла юность, и они не могут особо побегать. Понимаете? Теперь они взвешивают каждый свой шаг. Раньше они болтали все, что хотели, когда были маленькими. Но сейчас они говорят не очень много. Они очень спокойны. Никто не может понять их сердце. Они сидят в одиночестве и думают, о чем они думают. Никто не знает и не понимает. Если вы спросите Гопи, что вы делаете? Смотрите в небеса? Что вы делаете? Куда вы сможете? Тогда вам дадут поэтический ответ. Такой очень сладостный, очень красноречивый. С двойным значением. То есть, одно и то же слово будет означать тучу, из которой может пойти дождь, и Кришна. То есть, тот, кто принимает даршан Кришны, больше уже никуда не направит свои глаза. Если вы однажды примете даршан Кришны, то ваши глаза больше никогда не будут блуждать. Поэтому Гопи использует это сладостное выражение, поэтическое. Их тела также изменились с приходом юности. Теперь у них длинные волосы, красивые глаза, продолговатые. Красивые прямые носы, губы. Они красивые. Их называют Падмини, Падмагандха. Падмини? Падмагандха. Падмагандха означает, что их тела источают аромат цветения лотоса. Кого зовут эти лотосы? Кого они привлекают? Шмели. Шмели, пчелы, они привлекаются этим ароматом и слетаются на лотосы. Таким же образом, тела Гопи настолько красивы, настолько... Вы не представляете, насколько они прекрасны, они излучают свет. Сияния. Это невозможно описать. Гурдев приводил пример. Если вы возьмете в руки прекрасный красноватого цвета лотос и покроете его очень тонкой тканью, что вы увидите? Вы увидите через эту шелковую ткань лотос. Таким же образом, Гопи, они одеты в одежде, но их тела излучают сияние. И это сияние просвечивает через их одежды. Так тканчина Гауранги. Свет их тел подобен сиянию расплавленного золота. Как можно это описать? И они очень сладостно говорят Мадхуровачину. В одной расаграндхе Ратиманджаре объясняется, что они говорят очень нежно, мягко, сладостно. Это называется Мадхуровачину. Все их слова так сладостно, так нежны. Шушула, что значит? Они очень спокойные и очень застенчивые. Ладхашула, что значит? Они искусны в танцах, пении, игре, на различных музыкальных инструментах. Это называется Дарджик. То есть Дарджик. 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 Все части их тела идеально сложены. Их волосы очень длинные. Они касаются колен. Они очень красивые, черного цвета. Если вы отойдете на расстоянии, подумайте, о, это какая-то черная туча. Прекрасные черные волосы. И они волнистые. Их волны, как волны океана. И очень красиво украшены. Потому что сейчас они молодые. И они наслаждаются своей молодостью. ПРЯНУ РАГА РАНЖИТЕЙ КАЛАВИЛАСА ПАНЖИТЕ. ПРЯНУ РАГА РАНЖИТЕ. ПРЯНУ РАГА РАНЖИТЕ. Они опьянены своей молодости. Они очень искусны в различных видах искусств. Как говорить сладкие речи. Все им подвластно. Все они умеют. Сколько из видов искусства? 64. БРАМА САНХИТИ. Перечисляются эти виды искусства. ШИЛАДЖИВА ГАСАН ПАТ. Очень хорошо объясняет это. Все гопии, они очень искусны во всех видах искусств. Какая-то шлока. Гопии предвластны все виды искусства. Они прекрасно рисуют. Они изумительные повара. То, что они готовят, их пищу можно назвать нектаром амриты. Особенно это касается ШИМАТИ РАДИКИ. Чтобы она не приготовила это нектар. Поэтому ШИМАТИ РАДИКИ каждый день идет из Явата в Нандагаон, чтобы приготовить кушать для Кришны. Она получила благословение от Дурваса Риши. Однажды Дурваса Риши пришел в дом Ришабхану Махараджи. ШИМАТИ РАДИКИ тогда было всего три года. Дурваса Риши это очень могущественный Риши. Он очень суровый Махарадж. Если что-то не так сделаешь, он тут же проклянет. Но это необычная личность, очень могущественная. И в Ришабхану Махарадж и Киртита Деви Они обратились к нему и сказали, ой, Риши, как мы можем служить тебе? Что ты хочешь, чтобы мы приготовили тебе? Дурваса Риши сказал, я не буду ничего есть из вашего дома. Ришабхан подумал, Санта Махатма не будет ничего принимать в моем доме? Если Садхо не примет ничего в моем доме, то мой дом чем станет? Ришабхан Махарадж и Киртита Деви очень смиренно сказали, ой, Риши, скажи нам, что ты хочешь? Он сказал, ну хорошо. И он увидел девочку Шримати Радику, очень красивую, привлекательную. И сказал, если эта девочка Шримати Радика приготовит мне что-нибудь, тогда я приму пищу. А ей было всего три годика. В этом возрасте даже не знаешь, как руки помыть, не то что что-нибудь приготовить. А вы помните, да, что Дурваса Риши, это очень могущественный и очень гневливый Махарадж. И если вы допустите какой-то изъян в своем процессе приготовления еды, вы получите. Потому что как бывает, иногда можно пересолить или не досолить, забыть что-то. Иногда вы забываете, я посолил или нет, и еще раз солите. И тогда сабджи невозможно есть. А иногда вы думаете, о, я положил уже соль. И не ложите, а на самом деле не ложили. И тогда тоже сабджи становится невозможно есть. А иногда вы можете очень хорошо приготовить. То есть, когда вы готовите кушать, получается по-разному. Иногда очень вкусно, а иногда вообще несъедобно. Так ведь? Когда вы готовите для меня, я это ощущаю. Иногда очень соленая пища, а иногда недосоленная. Итак, Шимати Радика, сколько ей было лет? Три годика. Что она могла приготовить в этом возрасте? Она даже не могла ложку нормально держать в руке. Но Дурваса Риши очень упрямый садху. В чем заключается упрямие этого садху? Если Шимати Радика приготовит для меня, тогда я приму просад. Бри Шабхана Махарад и Кирти Кадеви смиренно сказали, ну как возможно, чтобы этот маленький ребенок приготовил для вас еду? Родители Шимати Радики боятся, что если их девочка приготовит что-то не так, тогда этот садху проклянет ее. И какие у него проклятия? Ты должна умереть что-нибудь в этом роде. Он очень опасный садху. Дурваса Риши, не можете представить, насколько это опасно садху. Поэтому Шабхана Махарад и Кирти Кадеви очень смиренно говорят, О, Санта Махарад, давайте мы приготовим вам. Мы приготовим все, что вы захотите. Но Дурваса Риши упрямится, он говорит, нет, и я приму просад, только если Шимати Радика приготовит его для меня. Хотела Шимати Радики как нежный цветущий лепесточек лотоса. Как возможно, чтобы она подошла к огню и начала что-то там делать на огне? Это возможно? Поэтому Кирти Кадеви, Кирти Кадеви и Шабхану Махарад, они пытаются перенаправить Дурваса Риши, но он упрям. И Шимати Радика говорит, да, я могу приготовить просад, но при одном условии. Я приготовлю его для вас, и вы должны его съесть, когда оно будет не горячее и не холодное. Дурваса Риши говорит, хорошо, когда я буду есть, моя тарелка никогда не должна опустошаться. Еще Мати Радика сказала, хорошо, не проблема. Она приготовила саджи пури. Дурваса Риши сел за стол. — Как кушать в Раджвасе на стол? Просто сел. Мартан. Как делают Раджваси? Они по очереди, саджи пури, саджи пури едят. И Дурвас Савиши взял кури, который приготовила Симати Радика, он же йоги садху, и очень быстро съел. И Симати Радика, она необычная личность. Все виды мистических сил исходят из кого? Из Симати Радики и Дурвас Савиши. Симати Радика думает, о, Дурвас Савиши демонстрирует свою йогическую мощь, быстро все ест. И Симати Радика сто, тысячу кури в это время ему подкладывает на тарелку. А Дурвас Савиши ест. Он на дну съел кури, а Симати Радика уже стол подложила. В общем, он понял, что невозможно состязаться с Симати Радикой. АПЛОДИСМЕНТЫ Тогда он благословил Симати Радику и сказал, «Что бы ты ни приготовила, это будет сладчайшим нектаром, амритой. И кто будет есть то, что ты приготовила, тот будет жить очень долго». И будет очень здоровым. Все твои приготовления будут очень вкусными. Дурваса Махарадшки и Джай. Итак. Возвращаемся к нашему предмету обсуждения. Гопи выросли. Теперь их зовут Падма Гандха Падмини. У них очень красивая внешность. Их грудь очень красивая и привлекательная. Их глаза подобны лотосам Камала Нитра. И внизу их глаза очерчены красноватой линией. Их носы совсем небольшие и очень красивые. У них очень длинные волосы, опускающиеся ниже колен. И они, у них нет лишнего веса. У них очень тонкая талия. Тонкая талия является хорошим признаком. Шьяма Тирадика называется Шьяма. Шьяма Тирадика называется Шьяма. Шьяма Тирадика называется Шьяма. А Шьяма Тирадика называется Шьямой. Кришна Шьяма. Потому что Он смоглый. На самом деле Кришна не черный. Какого цвета Его тела? Его тело подобно свеженалитой туче. Сожженалитой дождевой тучи. А цвет тела Кришны напоминает такую дождевую тучу. Когда вот-вот должен пойти из нее дождь. Группа Госвами Патт объясняет о теле цвета Кришны. Кришна называется Шьяма по этой причине. А Шьяма Тирадику зовут Шьямой. Почему ее зовут Шьямой? У нее ведь не такой цвет тела, как у Кришны. Какой цвет тела Шьяма Тирадики? Такта Канчана Гауранги. Цвет сияния расплавленного золота. Если расплавить золото, то вы получите такой цвет. Таким же образом Шьяма Тирадика, она как расплавленное золото. Но почему же тогда Шьяма Тирадику зовут Шьямой? Приводится доказательство в шастрах, почему Шьяма Тирадику зовут Шьямой. Шьяма Тирадика, она как расплавленная золота. Место рождения Шьяма Тирадики. Вы увидите, как Продживаси там поют и прославляют Шьяма Тирадику. Каковы воды Ямуны? Темные. Шьяма Тирадика и Йосаки обладают одинаковым цветом тел. Шьяма Тирадика и Йосаки обладают одинаковым цветом тел. Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Поют эту песню В уме Шимати Радики Находится Кришна Она всегда думает о нем Кришна играет на все эти мурали Что он играет? Рад ли, рад ли? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Бактивно Такур прославляет Радхакунду Кришна играет на плейте Субтитры сделал DimaTorzok Кришна играет на плейте Какой звук? Какую мелодию он извлекает из плейте? Кришна играет на плейте? Какую мелодию издает плейте? Один звук исходит из нее Биджа мантра Какова она? Клим К-Л-И-М Клим Все гопи бегут к Кришне Почему? Потому что звук Клим Входит в их уши И каждая из них Начинает думать, что Кришна зовет только ее Такова мистическая сила флейты Говинда зовет Они думают Мой возлюбленный Говинда зовет меня Они никого не замечают Полагают, что Кришна позвал только их И бегут к Кришне Они бегут рядом Но не замечают друг друга Потому что в сознании Они полностью погружены в Кришну Нишантагитам Татанатхавардханам Они не могут выдержать разлуки Кришне Они бегут Устремляются к Нему Бросают все свои домашние дела Шукады Бхагасампад Хорошо это объясняет Они прекращают бить коров Кормят детей Некоторые из них Клали что-то кушать мужу на тарелку Бросат Как Браджаваси кушают Одновременно готовят и кушают Например, пури чапати делают И тут же раскладывают на тарелки и едят Затем ждут следующего чапати с огня И вдруг гопи слышат мелодию плиты говинды Они оставляют свою пати сева Их мужья ждут Когда на тарелке появится следующая чапати Но гопи выбегают из дома Чапати раскатана И уже лежит на огне И когда муж какой-нибудь гопи Заходит в комнату и думает Что такое? Почему нет следующего чапати? И он видит, что вся кухня В дыму Потому что лепешка осталась на огне И он кричит Эй ты, где ты, где ты, жена моя? Сколько могуществен звук леет говинды А какая-нибудь гопи одевается Укладывает свои волосы Накладывает макияж, украшения Украшает глаза свои Одевает серьги Носовую серьгу вдевает И вдруг она слышит Мелодию флейты говинды Она все бросает Она забывает, что покрасила всего один глаз Ее руки начинают трепетать И она очень быстро Начинает одеваться Она путает ножные украшения С шейными Это гопи, особенно Шимати Радика Идет по дороге Тогда все виды цветов Начинают шнести И аромат, исходящий из уст Шимати Радики Очень сладостный Очень приятный Есть такие маленькие цветочки Что-то запись как-то перескочила Ваши сердца Чисты И я исполню все ваши Желания В следующем году Так сказал Кришна Гопи Но на следующий год Индра Доставил беспокойство Варджаваси И Кришна держал Говардхан В течение семи дней Семи ночей Гопи были близко Кришне Но в тот момент Они не могли совершить Танец расы И теперь Когда Кришне Исполнилось Восемь лет И Гопи достигли Такого же возраста Тогда Кришна Подумал Я дал благословение Гопи Что я встречусь с ними Шкадава Гасваймпад В начале Раслила Осторожно Объясняет Эту Катху Если вы хотите Слушать Кришна Катху Или читаете ее Будьте осторожны Почему? В первую очередь Вы должны понять Что Кришна Это не человек Кришна Это Бхагаван Какой Бхагаван? Сваян Бхагаван Какой Бхагаван? Сваян Бхагаван Не просто какая-то инкарнация А сам Сваян Бхагаван Раджендра Нандана Шяма Сандар Поэтому Говорится Сарадхулла Маллика Дикчарандру Манас Чак Пре Йога Мая Мутасритам Бхагаван 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 Кришна Бхагаван Кришна Враджендра Нандана Фяна Сандара Он Собирается совершить Танец Расы С Гопи Вчера я говорил Что имперсоналисты Адвайтавади Полагают Что все они Бхагаван Кто-то Бхагаван Кто-то Бхагаван А кто-то Парабхагаван Но кто совершает Танец Расы Своям Бхагаван Господь Один Но у него есть Три аспекта Бхагаван Бхагаван Параматма И Бхагаван Это Татва Сидханта Если вы не знаете Татва Сидханты Концепции Писания Вы станете Сахаджем Или Брахмавад Или падете И все потеряете Поэтому будьте осторожны Кто Бхагаван Тот у кого исходит Сияние от тела Это сияние от тела Кришна Оно распространяется На миллионы вселенных Второй аспект Господа Это Параматма Сверхдуша Которая находится В сердцах Всех живых существ Йоги Соответственно Своим Йога Даршаном Пытаются слиться С Параматмой Брахмавади Устремляются К Брахманам А Параматма Параматма В Адди Хотят слиться С Параматмой И это очень опасно Возможно Возможно Те, кто хотят слиться С Брахманом Возможно Смогут выйти оттуда Но те, кто Слились с Параматмой Уже никогда Не найдут Пути назад Параматмой Это подобно тому Как бросить Камень В воду Если его Оттуда Бросить Он никогда Оттуда Не всплывет Третий Аспект Бога Это Бхагаван 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 Его Верховность Что означает Бхагаван Кого Именует Бхагаваном Каково Определение Слова Бхагаван Кто знает У него Огромное Количество Энергии Он Неповторимый В своем роде Уникальный Он управляет Всем и вся Брамой Шивой Сколько Есть Брахма И сколько Есть Шив Миллионы 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 Индр Существуют В бесконечных Вселенных Ведь Существует Не одна Браманда В одной Вселенной Либраманде Есть один Брахма А в бесчисленных Вселенных Есть бесчисленные Брахмы На четырех Планетных Планетных Системах Точнее в одной Вселенной Имеется 14 Планетных Систем Начиная от Небесных Планет И кончая Низшими Планетами Таким образом Во многих Брахманды 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 Разными По диаметру И от этого Зависит Сколько Голов Будет У Брахма В той Или иной Вселенной Но Кришна Он Бхагаван Поэтому Он управляет Миллиардами Вселенных Ших Индр Все они Предлагают Цветы Лотосным Стопам Говинды Особенно Когда Кришна Идет По тропинке Бриндавана Пасет Коров Он Оставляет Отпечатки Своих Стоп В пыли Гриндавана И когда Эта пыль Содержит В себе Отпечатки Стоп Кришны Тогда Все Брахмы Шивы Нарады Индры Они Поклоняются Этой пыли И воздают Ставы Стуте Говинди Айшварьи Это Величие Господа Верья Его Сила Мощь Возможность Управлять Всем Джаша Или Яша Это Слава Репутация Яша Шри Означает Красота Его Она Неповторима Уникальна Совершенно Не поддаются Воссозданию Даже Сам Кришна Любуется На свое Отражение Насколько Он Красив Иногда Кришна Пытается Обнять Своё Собственное Отражение Не Можете Даже Представить Себе Какова Красота Кришна Какова Красота Кришны Насколько Прекрасен Утюрбан И павлиния Перо В нем Его Тело Изогнутое В трех Местах Улыбающееся Лицо Романтические Взгляды Бросаемые Кришной Этими Романтическими Взглядами Он Покоряет Сердца Всех Живых Существ Подобно Охотнику Который Пронзает Стрелой Оленя Также Кришна Он Пронзает Своими Романтическими Взглядами Сердца Живых Существ И они Оказываются В его Плену Замирает У Кришны Есть Мистическая Сила Что Он Может Навести Иллюзию Человек Не сможет Двигаться Оцепенеет Все Руки Ноги Занемеют Оцепенеют Вот Что Значит Взгляд Кришны Насколько Он Прекрасен Это Облик Говинды Группа Матхурия Шкады Гасампад Говорит Царапарик Что Обычные люди Могут Подумать Что Гопи Это Просто Девушки Мирские Девушки У них Свои Какие-то Сентименты Если Они Послушают То Подумают А Это Просто Девушки С Какими-то Чувствами Поэтому Шкады Гасампад Говорит Оцар Парик Шит Люди Обвиняют Девушек В том Что Они Слишком Чувствительные У них Много Эмоций Мужчины Говорят Мы Не Такие У нас Нет Столько Эмоций Мы Сдержанные Наш Шкады Гасампад Разрубает Эту Философию Он Говорит Что Не Только Девушки Способны Испытывать Чувства Зачем Обвинять Женщин Когда Даже Деревья Коровы Птицы Олени Бриндаваны Все Опьянены Красотой Говинды Игру Матхури Матхури Наш Наш То есть те, кто получают Даршангавинды, они даже забывают, как идти надо. Они цепенеют и не могут больше двигаться. Не могут подвигать ни ногами, ни руками. Как ученые это называют? Иногда вы спите и не можете подвигать руками, ногами. Как это называется? В интернете загляните, посмотрите, как называется это. Как ученые называют это состояние? Когда вы не можете подвинуть ногу или руку. Через пару секунд уже к вам возвращается движение. Поэтому не только гопи. Кровы, птицы, олени. Даже реки. У которых вода устремляется сверху вниз, в обычном состоянии. Но когда Кришна играет на плете, тогда воды рек меняют течение. А, замирает. И та вода, которая ушла вниз, она начинает впадать в водоворот. Об этом говорит Шукадева Гаслами Патт. Он говорит, что движущийся становится недвижимым, а недвижимое обретает движение. Вот что значит Говинда Даршан. И вот что значит мелодия флейты Говинда. Кришна зовут Говинда. Го значит чувство. Говинда означает блаженство. Он приносит блаженство всем живым существам. Поэтому его зовут Говинда. Говинда нам так поразителен. Гьяна это качество Бхагавана знания. Все виды Пурана Упанишады содержатся в нем. Вайраги означает его качество отрешенности. Он полностью отрешен от всего. Он находится везде и в то же время нигде. Как цветок лотоса. Он находится в воде, но не касается ее. Таким же образом. Кришна Бхагавана. Поэтому Шукадева Гаслами Патт говорит, кто совершает танец расы с гопи? Здесь не надо усматривать какие-то материальные чувства. Это Божественная Любовь. Это вместилище Божественной Любви. Пряма раса Катха. Это совершенно не материальные и не интимные какие-то вещи. Кришна совершает танец расы с помощью своей йога-майи. Потому что он совершает все свои лилы с ее помощью. Не с помощью маха-майи, а с помощью йога-майи. Когда у Кришны возникает желание совершить танец расы с гопи, тогда йога-майя все для этого организует. Специальное ночное время. Такой сезон, когда все цветы благоухают, цветут. Мягкий свет падает от луны. И объясняется, что раса Матхурия состоит из четырех вещей. Нужно учить вам это, иначе не поймете. Потому что если... Ну, я могу это много часов рассказывать. Удипан Аламбан. Что такое Удипан? Это стимул. Субтитры создавал DimaTorzok Боксиньот так объясняет про Удипана стимулы. Когда Кришна видит красивую луну с красноватой радужкой, тогда... И когда все это освещается лунным светом, на востоке, все озаряется цветом кункумы. Насколько красив этот красноватый цвет. Луна очень красива. Она совершенно круглая. Полная. И такие же лица у Гопи. Они обладают такими лицами луноподобными. Такими сияющими. И такой Удипан стимул приходит к Кришне. Когда Он видит луну, Он начинает вспоминать лица Гопи. Это называется Удипан стимулы. Удипава, Нупава, Удипаны. Много всего есть. Здесь также говорится, что все цветы, которые цветут в течение года, зацвели в этот день, когда Кришна захотел совершить Таник Сраса. Кришне. Субтитры создавал DimaTorzok 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 что Кришна зовет лишь ее, поэтому они устремляются к Кришне. Говинда зовет меня. Когда копии бегут к Кришне, их серьги качаются. И издают такой звук, потому что они бегут, чтобы получить Даршан Говинды. Но что-то происходит. Они так хотят увидеть Говинду, Ананадху. Столько времени они ждали его. И сейчас Говинда их зовет. Поэтому у них столько желаний встретиться с ним. И они так хотят выразить поскорее свое сердце. Если кто-то зовет вас, что вы подумаете? О, о чем мы будем говорить? Много вопросов возникает. Как все пройдет? Но когда вы встречаетесь, вы обо всем забываете. Так ведь? Потому что слишком много чувств у вас, связанных с этим. И так много Ананды приходит, блаженства. Но тут случилась противоположная вещь. Что случилось? Гопи пришли на берег Ямуны, под баньяновое дерево. На берег Ямуны под баньяновое дерево. Они собрались там. Но что Кришна сказал? Он сказал, зачем вы пришли? Сердца Гопи оборвались. Представьте, вы зовете Махараджа и говорите, Махарадж, приходите в мой дом. И когда Махарадж приходит, вы ему говорите, а зачем вы пришли? Это приносит боль? Что я могу ответить таким людям? Вы позвали меня, поэтому я пришел. А сейчас что вы говорите? Махарадж, зачем вы пришли в мой дом? То же самое сказал Кришна Гопи. Я уже сказал, как он звал их, своей флейтой. И вот Гопи пришли, и Кришна шутит с ними. Как он шутит? Гопи, сейчас полночь. Зачем вы пришли так поздно? В лес. Гопи, послушайте, я Пакха Брахмачари, а вы целомудренные женщины. женщины не должны быть со мной в одном обществе. Возвращайтесь в свои дома. Кришна называет себя идеальным Брахмачари. Однажды Кришна сказал Гопи, Гопи, вы знаете, я совершенный Брахмачари, я полностью себя контролирую. Я вообще не смотрю на женщин. И Гопи сказали, да, мы знаем. Но знаешь, какой ты Брахмачари? Дурага Брахмачари. Это значит, какой Брахмачари? Лошадь Брахмачари. Когда лошадь одна, она Брахмачари. Но когда к ней подойдет лошадь противоположного пола, то лошадь или конь перестают быть Брахмачари. Поэтому Гопи сказали, какой ты Брахмачари? Ты конь Брахмачари. Кришна говорит им, эй, Гопи, вы что меня критикуете? Знаете ли вы Брахмачари или нет? Я докажу вам. Слушайте. И Кришна говорит, однажды Курнамаси Деви сказала всем, сегодня очень благоприятный день. И на другой стороне Ямоны Дурваса Риши. Если вы накормите сегодня Дурвасу Риши своими приготовлениями, тогда он благословит вас, и ваша жизнь увенчается успехом. И Гопи быстренько начали готовить различные подношения для Дурваса Риши. Затем они собрали все, что приготовили, сложили на берег Ямоны. И что сделала Ямона Деви? Большие волны наползли на берег, сильное течение, и все смыло. А нет, точнее, ни лодочки не было на поверхности, потому что очень сильное течение было. И теперь Гопи думали, как же нам пересечь Ямона, потому что сегодня Курнамаси Деви сказала, в высшей степени благоприятный день, и мы должны удовлетворить Дурвасу Риши, чтобы наша жизнь стала успешной. Гопи, они очень сильно верят в слова Пурнамаси Деви. И сейчас они думают, как же нам пересечь Ямону. А неподалеку Кришна играет со своими друзьями. И Гопи начинают звать его Говинда, Говинда, Кришна, Кришна. И первая реакция Кришны, что это женщины беспокоят меня. Я вообще не хочу на них обращать внимание. Я Пакша Брахмачари. Но Гопи они очень смиренны. Потому что когда кто-то попадает в опасную ситуацию, он сразу становится смиренным. И надо сразу быть дружелюбным с кем-то, чтобы тот человек мог исполнить какие-то обязанности по отношению к вам. Поэтому Гопи они сейчас стали смиренными. И Кришна подошел и Гопи ему говорит, Бога винда, Кришна, Пурнамаси Деви сказала нам, что сегодня в высшей степени благоприятный день, потому что Дурвацариша находится на другом берегу Ямуны, там, где Шрилу Гордеф, Шрилу Нарайна Гаса Махараш построил прекрасный храм. И Гопи думали, как же пересечь Ямуну? Они сказали, О, Говинда, ты же обладаешь мистическими силами. Кришна сказал, нет, но если вы будете просто слушать моих повелений, тогда я скажу вам, как пересечь ему. Вы должны войти в реку и сказать, если Кришна Говинда совершенный брахмачарь, запись перескочила, Гопи сказали, если наш Кришна Говинда совершенный брахмачарь, и он никогда не встречался с девушками, тогда пожалуйста разойдитесь в воды Ямуны. И вдруг воды Ямуны разошлись. Гопи очень легко пересекли Ямуну и смогли осчастливить Дарвасу, Риши. Поэтому Кришна сказал, послушайте, я совершенный брахмачарь, брахмачарь, полночь вы не должны пребывать со мной. Молодые девушки, парни, если находятся вместе, что происходит с их умами? Поэтому возвращайтесь домой Ваши родители, мужья ждут вас Поэтому Таким образом Кришна дал много наставлений гопи Он сказал, гопи, послушайте Поклоняйтесь своим мужьям Это лучшее служение И Кришна изрек множество слов Подтверждающих его слова Из писаний И гопи сказали Кришна, ты так много дал нам наставлений Совершать пати севу То есть поклонение мужьям Но есть два вида пати Первый Просто пати А второй парампати Пати означает супруг А парампати Означает верховный супруг Есть пати, а есть парампати Мы замужем за гопами Да, у нас есть мужья Но они пати А у нас есть также парампати Бхагаван В наших шастрах говорится Кто наш парампати? Кришна Понимаете? В этой жизни вы замужем за мужьями Но это телесные отношения Когда вы смените тела, умрете Вашим отношениям с мужьями перейдет конец Поэтому иногда я в западных странах говорю Когда они разводятся с мужьями и супругами, они становятся бывшие супруги То есть когда-то они называли друг друга супругами, а сейчас они называют друг друга бывшими экс-супругами Посмотрите Бывшая девушка, бывший парень Шесть месяцев длится их роман и заканчивается Такова западная культура Поэтому гопи сказали, есть пати, а есть парампати Кто такой парампати? Это Говинда Тот, кто питает нас О, Говинда, ты называешься парампати Парампа означает великий Великий защитник Кто-то поддерживает, защищает мое бхакти, мое према Понимаете значение? Постарайтесь правильно понять Парампати, Бхагаван, Говинда В этом материальном мире, когда вы в браке То у вас есть мужья, но однажды они умрут или нет? Умрут Или возможен развод в ваших семьях И тогда вы из настоящих превратитесь в бывших супругов Экс-экс-экс-экс-экс Говинда, Парампати, Бхагаван Величайший Супруг Кто он? Кришна И вы никогда не сможете применить по отношению к нему слово бывший Бхагаван никогда не может быть бывшим Он вечный и трансцендентный Поэтому говорится Парампати, Бхагаван И Говинда объясняет, что есть Пати, а есть Парампати Говинда это наш Парампати Великий защитник Тот, кто поддерживает Бхакти Поэтому Парампати, Бхагаван, Парамешвара Джагат, Нат Что значит? Джагат это вселенная Нат это властитель Властитель всей вселенной Кто супруг каждого на этой земле? Говинда, Джаган, Нат Джагат это означает вселенная А Нат это тоже означает супруг Санскрита Поэтому супруг всех Защитник всех Кто защищает премию в сердцах всех? Это Джаганат И гопи в настроении разлуки объясняют О Кришна, О Говинда Почему ты говоришь нам так? Надо много еще обсудить, но время уже ограничено Так происходит разговор между гопией и Кришной Гопи Они умеют побеждать Кришну Они очень искусны в этом Они не обычные личности Это не люди Они являются воплощениями внутренней энергии Шримати Радики Хладини Шакти Воплощение Махабхавы Сварупини Радхи Татурани Как получить крупицу Махабхавы Шримати Радики Гопи Они умеют побеждать Кришну Итак, Кришна чувствует себя побежденным и говорит Хорошо Кришна начинает играть на плете И гопи танцуют По кругу Миллионы гопи На берегу Ямуна Танцуют В кругу В центре находятся Радха и Кришна А по краям гопи Кришна танцует Гопи танцуют Кришна играет на флейте Иногда гопи играют на флейте Раса это не какая-то сексуальная вещь Обычные люди могут Те, кто никогда не видели Гуру Не слушали Харикатху Они могут подумать Что танец раса Это значит какие-то сексуальные отношения Кришна с гопи Потому что это говорят люди У которых в сознании лишь сексуальные вещи Такие люди Чего сознание осквернено Они все видят в таком свете Осквернено Если кто-то Охвачен вожделением То он видит все соответственно Глупые люди Материалисты Они рассуждают таким образом Поэтому Вишванат Чакравартипат Объясняет Говинда Это не личность Охваченная вожделением Это Бхагаван И он контролирует Все свои чувства Просто ради Счастья гопи Он совершает этот танец Чего хотят в гопи Они Очарованы своей удачей Они думают О, Кришна Танцует только со мной Я сказал, что Бхагаван Зовется Говиндой Тот, кто услаждает все чувства С помощью своей непостижимой энергии Он проявляет множество форм И каждый из этих форм Встречается с одной гопи А гопи Миллионы У Барри Виши Своей мистической силой Вчера я рассказывал Сколько форм Проявил 50 А Кришна Это Йогешара Пагаван Верховная Личность Управляющая всеми йогами Почему же он не может проявить Сколько угодно форм Говинда Говинда Проявляет миллионы форм И каждая гопи Очарована Избита с толку И говорится Кришна Кришна Настолько быстро Передвигается Одной гопи К другой Что ему даже не нужно Проявить множество форм Это подобно тому Как Если Крутить Лучиной То она будет Образовывать собой Огненный круг Точно так же Кришна Очень быстро Передвигается Одной гопи К другой И каждая из них Опьянена Своей удачей А в центре Находится Шумати Радика Она замечает Какой обманщик Кришна Кришна Много раз Говорит О Радха Ты мое сердце И душа Я никого не знаю Кроме тебя Ты моя единственная О Шумати Радика Твоя любовь Неповторима Я не могу Отплатить тебе За твою прему Я всегда В долгу Перед твоей премой Кришна Кришна говорит Я в долгу Перед тобой И сейчас Посмотрите Что делает Этот большой обманщик Что делает Этот плод Он отправляется К другим Гопи И Шумати Радика Гневается Она очень сильно Ревнует Кришну И останавливает Танец Кришна думает О, что же делать Если Шумати Радика Не будет Танцевать со мной Как же Мы совершим Эту ливу Но Я так же Не могу Успокаивать Шумати Радику На глазах У всех гопи Шукадвакасампад Говорит Что гопи Обвинены Своей удачей И Кришна Думает Я должен Сбить их Спесь И в то же время Я должен Успокоить Гневшие Матери Радики Поэтому Шукадвакасампад Использует Такие слова Кришна Кришна Покидает Танец С Раса С Шумати Радикой Когда Шумати Радика Покидает Танец Гопи Видят Что и Кришна Исчез Где он И танец Останавливается Все гопи И начинает И начинает Искать Кришну Они думают Где Кришна Такая Катха Происходит Полночь И Кришна Приходит На берег Ямона Со С Матери Радикой И Пытается Успокоить Ревнивый Гнев А она Проявляет Свою Форму Героини Которая Управляет Своим Героем И она Говорит Кришна Укрась Мои Волосы Покрась Мои Ногти Лаком И Кришна Все это делает Подобно Юноше Охваченному Вожделению То есть Юноша Охвачен Вожделением Исполняет Все желания Своих Подруг Поэтому Шукады Вагасами Пат Говорит Здесь Таким образом Что Кришна Подобно Юноше Охваченному Вожделением Подпадает Под полный Контроль Шримати Радико Но как Это называется Это настроение Когда Когда Шримати Радико Управляет Кришной А Кришна Полностью Подчиняется Ей А все Гопи Сейчас Страдают От разлуки С Кришной Они Ищут Его Без Ковинды Они Не могут Жить Они Подобны Рыбам Которые Не могут Жить Без воды Если Вы Возьмете Рыбу Извлечете Ей Из воды То Она Начнет Трепыхаться И Оставит Своё Тело Таким же Образом Гопи Думают Кришна Это Наш Жизненный Воздух Без Говинды Мы Не Можем Жить И Они Плачут И Ищут Повсюду Кришну Они Взывают К деревьям О Рикша Скажите Нам Где Наш Возлюбленный Говинда Они Просят Туласи О Туласи Кришна Прия Туласи Это Кришна Прия Потому Что Она Всегда Пребывает С Говиндой Кришна Ест И Спит Когда Рядом Есть Туласи И Кришна Не Принимает Никаких Подношений Без Туласи Что Бо Вы Не Делали Не Предлагали Кришне Вы Должны Ложить Листочек Туласи Даже Если Вы Приготовите Большой Пир Не Забудете Предложить Листочек Туласи Кришна Не Примет Ваши Подношения И Кришна Отдыхает Всегда Когда Рядом Листик Туласи Если Вы Попонимаете Шалаграм И Шили Обязательно Вам Понадобится Листик Туласи Кришна Всегда Прибывает С Туласи Поэтому Гопи 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 Кришна Прия Дорогая Подруга Кришна Ты Знаешь Где Наш Возлюбленный Гопи Заметили Малюсенькие Цветочки На Туласи Кто видел Когда Они Только Только Проклевываются Они Очень Маленькие Беленькие И Гопи Спрашивает Туласи Скажи Нам Где Наш Возлюбленный Кришна Но Кришна Туласи Не Видела Его Ничего Не Говорит Поэтому У Гопи Столько Боли В Сердце Они Говорят О Туласи Ты Так Очарована Кришной Они Оставляют Туласи И Таким Образом Они Обращаются К многим Деревьям Ритхивидеви Спрашивают Олени Но Никто Не Дает Им Ответа А Кришна В Это Время Находится Со Шримати Радикой В Шингарвати Гопи Находится Очень Близко К Ним И Кришна Знает Что Гопи Близко И Он Боится Что Гопи Если Увидят Его С Кришной С Радхой То Они Очень Разгневаются И Кришна Думает Как Я Буду Всю Ночь Всех Успокаивать Сначала Шримати Радик Потом Гопи С С Одной С С Кришна Кришна Знает Что Все Гопи Предались Мне И Она Будет Также Сочувствовать Своему Гопи Кришну Испытывают разлуку с Кришной. Агопи уже очень близко подошли к Шенгарвату. И они уже видят следы Кришны на земле. Они видят следы Кришны и Радхи. Чандравали замечает эти следы. И она думает, о, должно быть, Кришна встречается с Шримати Радхи. Само имя Шримати Радхи не упоминается в Шримати Бхагавата, но дается намек на нее. И Шримати Радхи говорит, о, Гвинда, я не могу уйти. И тогда Кришна говорит, давай, садись ко мне на спину, я тебя понесу. Шримати Радхи хочет забраться на спину. И только она хочет сесть, как Кришна, что делает? Исчезает. И Шримати Радхи чувствует разлуку с Кришной. Кришна, где ты, где ты? Я твоя незначительная служанка. Такое настроение проявляется в Шримати Радхи. Все гопи приходят и находят Шримати Радхи, плачущую в одиночестве. И они начинают сочувствовать ей, жалеют ее, успокаивают. И так все они остаются на берегу Ямуны. И не могут найти Кришну. Насколько могущественно Кадха, прославляющая Кришну, намасам Киртана. Все гопи приходят на берег Ямуны и поют прекрасные мелодии, прославляющие деяния Кришны. Кришна, где ты, где ты? Субтитры, где ты? Таким образом, гопи поют гопи-гиту. Кришна не может выдержать разлуки с нами и появляется среди них. Шукадрагасампад гневается на Кришну. Он осуждает Кришну, насколько он жесток и насколько мягкие сердца у гопи. И сколько боли Кришна причиняет в гопи. Поэтому Шукадрагасампад очень гневно бронит Кришну. Когда Кришна появляется, гопи предлагают ему асану из своих одежд. Кришна садится и гопи задают ему много вопросов о любви, о премии. Гопи побеждают Кришну. И снова он совершает с ними танец с ассой. Гопи побеждают Кришну. Гопи побеждают Кришну. Гопи побеждают Кришну. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok